Малый и средний бизнес Сделана бешеная работа в плане развития именно возрождения среднего класса. Просто огромная работа. Появился целый класс малого и среднего бизнеса, который реально уже не думает так, как думал в 90-х годах. Он уже пользуется иностранными инструментами инвестиций, привлекает инвестиции. Уже гармонично влился в международный глобальный бизнес. Если вы любого спросите, за 25 лет что произошло, он вам эмоционально скажет, что изменилось все. Вплоть до мозгов. Сегодня на долю малого и среднего бизнеса в Казахстане приходится около 25% ВВП. А количество действующих предприятий в этой сфере достигает почти полутора миллионов. В Казахстане, мне кажется, за 25 лет произошло очень много. В плане развития малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, государство сделало все, что возможно. То есть даже сделало все, что невозможно, мне кажется. То есть аналогов в мире нет. Если взять нас как бизнесменов, малый и средний бизнес, как производители, то условия, даже если по таможенному союзу взять, самые лучшие у нас. Это меньше НДС, меньше КПН, куча преференций и поддержка инновационной деятельности. Результат именно небольшие предприятия первыми осваивают новые ниши бизнеса и приносят в Казахстан инновации. Казахстан обладает большим потенциалом в плане создания новых бизнес-направлений, новых продуктов. Также обладает большим научным потенциалом. Привлекают отечественных предпринимателей зеленые технологии. Это уже позволяет решать конкретные экологические проблемы Казахстана. Начали искать, смотреть, анализировать мировой опыт, все, что есть в мире. И пришли к тому, что это реально уже существует. Этот вредный полиэтилен можно заменить на биоразлагаемую упаковку тару из растительного сырья. Такая инновация, да, наши пакетики, наша пленка производится из картофельного крахмала, из кукурузной смолы. Мы второй год внедряем в Казахстане. Аналогов по таможенному союзу, даже по СНГ нет. Мы утилизируем изношенные автопокрышки, отходы резинотехнической промышленности, превращаем ее в порошок, активируем этот порошок и производим трубки подпочвенного орошения. Это совершенно новый подход к мелиорации. Таким образом, получается, решаются две задачи. Первая – это снижение отходов, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. И второе – производство инновационного нового материала, который по всем своим параметрам просто бьет все рекорды капельного орошения. Большое внимание уделяют предприятиям и социальным программам, принимают на работу людей с ограниченными возможностями, помогают многодетным семьям, детям-сиротам. Поддержку в этом направлении им оказывают и общественники. Мы, как общественная организация, в том числе, занимаемся работой с предпринимателями, с инвесторами. В этом году у нас есть такой проект, он называется «Твори добро». И этот проект нацелен на популяризацию принципов социальной ответственности предпринимательства. Мы, как бизнесмены, понимаем свою ответственность и заботимся о тех людях, которые работают на нас. То есть на нас работают разные люди, которые с ограниченными всякими возможностями, способностями, и которые какие-то срока, может быть, отсидели. То есть неважно, мы не делим кого-то, ты такой, а ты такой. Если ты хороший специалист, у тебя будет работа, и мы позаботимся о тебе. Отечественный бизнес сегодня – настоящая опора государства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok